Перед началом манипуляции важна укладка пациента Более легко пациенты переносят пункцию положения на боку Если мы хотим получить более выраженную с какой-то одностороннюю анестезию Значит, нужно укладывать на тот бок, на какой мы хотим получить лучшую, более выраженную анестезию Высота оси, центральной оси мегастистых отростков должна находиться относительно локтевого сустава Согнутого под углом 90 градусов и межпальцевого расстояния промежутка между вторым и третьим пальцем руки И вот в таком положении я буду удерживать иголку, прежде чем ею пользоваться То есть нужно предусмотреть, чтобы операционный стол всякий Имеется способность перемещаться по вертикали То есть там, где вы делаете эпидуральную пункцию, должна быть поверхность, смещаемая по вертикали Второй этап Обработка Мы подразумеваем, что все поле, а поле значительно больше, чем диаметр иголочки Обработано антисептиком, тем, который принят согласно рекомендациям Минздрава в данном лечебном учреждении Обязательно предусмотреть, чтобы плоскость спины была близка к краю операционного стола Либо, если вы это делаете в условиях реанимационного отделения, там, к краю кровати или к краю каталки Но предусматривая, что каталка должна быть современной, с хорошими тормозами Возможностью определенной укладки Ноги должны быть прижаты к животу максимально А спина, как мы просим пациента сделать, горбиком, как кошечка, когда видит собаку Вот сделайте вот такое состояние спины При этом расходятся остистые отростки между собой Подход к межостистым связкам улучшается Обязательно проверить надо направление остистых отростков Вот как мы проверяем, как позвоночник у человека имеет какие-то искривления или нет Если мы видим, что у нас два пальца, которые обхватывают остистые отростки Проходят приблизительно по одной и той же горизонтальной линии Это говорит, что в данном случае каких-то значительных искривлений, отхождений остистых отростков От анатомической принятой нормы не существует Поле настолько должно быть широко обработано, что мы должны помнить Если мы работаем в поясничном отделе, то мы всегда будем перед началом пункции Уровень межостистых пространств соизмерять с гребнями подвздошных остей Пометуя о том, что между двумя гребнями линии это четвертый межостистый отросток То есть ближе к голове будет находиться четвертый поясничный, а ближе к крестцу пятый Ну вот эти основные ориентиры Второе, внешний вид пациента обычно пугает, если мы слышим, что там человек весит сколько-то килограмм Явно превышающих индекс массы тела В этом случае больше обращайте внимание, как этот жир распределен по телу человека Если вы видите высокого, полного человека с свисающим животом, прекрасно Тогда у него остистые отростки все будут торчать наружу И проблем для прощупывания остистых отростков не возникает В том случае, если мы видим здоровяк, про себя думаешь То, естественно, вот этот самый тяжелый контингент Потому что прощупать остистые отростки бывает нереально Или очень затруднительно И расстояние до эпидурального простанца превышает клинически сложившееся представление о норме В этом случае может пригодиться простой прием На шприц, который предназначен для обезболивания кожи А при проведении пункции эпидурального простанца Принципиально важно обезболить только кожу Это единственный такой наиболее болезненный элемент Берем самую тоненькую иголочку Набираем местный анестетик, чтобы провести лимонную корочку Между остистым пространством Предположительно, мы считаем, что вот нащупали там Гребни подвздошных ости Нащупали, определили нужный уровень пункции И мы какое-то пространство начинаем обезболивать И вот этой тончайшей иголочкой Обычно это к 2-миллилитровым шприцам Подкожные инъекции Это по средней линии Приблизительно идущие Вот по линии, как это называется, межягодичные, да? Складки, да? Приблизительно там в голове проводимся Начинаем обезболить кожу И делаем пробные пункции Если мы уперлись на кость Ага, мы делаем для себя отметку Относительно которой нужно сместиться Принципиальное Последующую пункцию эпидурального пространства Нужно делать обязательно По верхнему краю Ниже лежащего остистого отростка Когда мы пальпируем ось позвоночника Остистых отростков Расположение всех отростков Нужно помнить об одном Очень каверзном строении позвоночника Которое в литературе официально называется Плоская спина Это когда остистые отростки Практически не выражены И тогда вместо того, чтобы прощупать Одно как бы конгломерат Вот остистого отростка Один конгломерат Мы щупаем как бы два бугорка Вот это можно представить Как два пальчика И между ними Вот если мы так проводим Прощупываем вот эти два бугорка Вместо одного Значит, это плоская спина Она чем опасна для нас? Значит, расстояние До эпидурального пространства Крайне малое Это вот надо помнить Такой вариант развития этой нормы И быть аккуратным очень В том случае Если вот эти исходные данные Мы в голове провернули И представили вот этот внутренний эталон И сравниваем Что у нас в голове есть И что мы видим сейчас Мы можем приступить к работе Еще раз напоминаю Не жалейте антисептика Не жалейте антисептика Даже если это чистый спирт Ширина его должна быть такая Чтобы обрабатывалась От ягодиц, если в поясничный отдел И до нижних углов лопатки С заходом на передние боковые поверхности Живота Потому что рукой На которой одета стерильная перчатка Мы будем проверять Правильность нашего положения И правильность вот этой уровня пункции Рука вторая У нас должна лежать на спине Вы из жизни знаете Что у человека лучше развитый И быстрее действует Хватательный рефлекс к себе Вот этот хватательный рефлекс Срабатывает на благо пациента Объясню позже Изумительно было бы Кроме вот этой антисептика Чтобы у нас была Специальная салфетка С центральным отверстием Стерильная салфетка Самоклеящаяся Которую мы накладываем На поверхность Оставляя вот это окошечко Вот как мы видим здесь В этом вырезе Тогда повышается Как бы асептичность Проводимых мероприятий Асептика и антисептика Что надо соблюдать При любом развитии событий На правом части У нас расположен Тот инструментарий Который мы будем работать Когда мы все имеем Нужно помнить одно Редко-редко это бывает Когда какие-то нарушения И внутренний просвет Иглы Вот в этом месте изгиба Нарушается Поэтому обязательно Перед тем как Вы приступили К пункции Передурального пространства Проверите Проходимость иглы Для катетера И заодно мы измеряем Вот расстояние Вот замерили это расстояние Вот установили пальчики так Или меточку До первой двойной метки Старайтесь вот эти пять сантиметров первых Не касаться Вводим До первой меточки Если мы правильно засекли И кончик катетера Появился Если я вот сейчас продвинул дальше Он вылез из иголочки Хорошо Проверили Обязательно проверяем Проходимость катетера Для раствора Иголочка Все подготовлено Это проверено В эталоне сравнение у нас есть Если нормальное строение позвоночника То есть Один с полтора сантиметра Вот здесь Отмечаю Все нормально Рука уложена так Держу так Поставил По средней линии Воткнул На эти полтора сантиметра Вот обращаю ваше внимание Что угол между спиной Иголочкой В сагитальной плоскости Должен прямой быть Здесь и здесь При отклонении Появленной иглы вниз На один сантиметр Проблизительно И отпускание его Он должен занять Исходное положение Какое вы видите Вынимая Внутренний мандрен Сейчас После этого Мы можем спокойно Продолжать инъекцию Посылать впереди себя Раствор Наблюдайте За поршнем Я Прилагаю Внешние усилия Пузырек Сжимается Сжимается Когда я отпускаю Поршень возвращается В исходное состояние И объем пузырька Должен быть не меньше Один кубик Если будете Больше кубиков Воздуха Набирать Система будет Очень мягкая И она не будет Выполнять Свои предназначения Контрольные Если меньше Система становится Более жесткой Второй момент Когда Воете гу В эпидуральное пространство Вы посылаете Впереди себя Количество Какой-то Жидкости Пузыречек Сжимается Направление Вот движение Такое должно быть Если Вы Набрали Для вашей руки Слишком Много Жидкости То Происходит Как это Вот так вот Будет Увиднее Упор Поршня В одну Из стеночек И Создается Ложное Ощущение Высокого Сопротивления Это может Привести К тому Что вы Пролетите Эпидуральное Пространство Не заметив Его Попадание Идет Раствор Это индикатор На этой модели Индикатор Попадания В эпидуральное Пространство Все Значит Шприц Убираем С легким Поворотом Против Часовой Стрелки Извлечением И когда Присоединяем То же самое Игла Обязательно Фиксирована Чтобы она Никуда Не смещалась После того Как Игла Из нее У нас Ничего Из иглы Не вытекает Да Формально Не вытекает Мы Можем Провести Катетер Помните Помните Мы Отметили Что На катетере Меточка Двойка Это вот Этот уровень Стараемся Не касаться Внутренней Части Катетера Вот Дошли И вот Когда мы Катетер Установили Как мы Извлекаем Иголку После установки В эпидуральном Пространстве Нам главное Не сместить Катетер Правой рукой На расстоянии 7-10 мм Удерживаем Катетер Второй рукой Надвигаем Иголку На катетер Надвинули Передвинули Дальше Иголочку Надвинули Передвинули Надвинули Передвинули Надвинули Передвинули Надвинули Передвинули 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 и вот смотрите иголочка уже снаружи и мы видим что расстояние иголочки от кожи где-то около сантиметра мы можем захватить катетер и уже фиксируя катетеру кожи иголочку извлекаем спокойно и таким образом мы сохраняем с точностью там до девяносто девяти процентов первичную локализацию катетера после катетеризации эпидурального пространства конечно нужно проверить ощущение присоединяемся вот этот максимальный конец катетера вставляется в резиновую трубочку там такая резиновая трубочка вставляется и если вы его не довели до конца то пузырек сжимается катетер вы считаете находится в эпидуральном пространстве а по этим объективным критериям это не передуральный там передуральный когда вводишь там совершенно свободный как через пустой катетер водишь поэтому нельзя бросать отсоединиться шприц помните вот откройте зажим и присмотритесь и вы попробуйте провести подальше поглубже и когда вы это сделаете то при повторном попытки этот пузырек сжимается с обычным и жидкость идет спокойно через ведь идет спокойно вот видно и пузырек идет укладка катетера по выходе нужно вместе перегиба обязательно подложить марли либо марлевый маленький шарик либо ватный валик и делаем петельку петелька это называется компенсатурная петелька и вдоль позвоночника укладываем катетер фиксируя его кожи ликопластырем вместо выхода катетер обязательно обрабатывается перед укладыванием антисептиком и дальше выводится на правое или на левое надплечье для того чтобы операционная боли было поле было свободно анестезиолог который стоит у головы мог с необходимой частотой и в необходимом количестве вводить препарат после завершения операции катетер уже становится не нужен обрабатывается сняв ликопластырем ленту обработать кожу выхода катетера оценив состояние признаков наличия признаков воспалительные ткани выводим катетер в данном случае вот мы выводим при извлечении катетера он извлекается без сопротивления без сопротивления расстояние как было между этими меточками так и останется но может возникнуть ситуация когда вы извлекаете катетер и вы мы с вами будем наблюдать вот такую картину меточка верхняя поехала поехала вышла за пределы уже передурального пространства появилась на правой ягодице утонщение утонщение идет утонщение катетера это бывает когда происходит завязание узла затягивание узла если вы ощутили вот это вот затрудненное излечение и утонщение катетера немедленно прократить излечение катетера иначе это кончится обрыв узла и оставлением его в эпидуральном пространстве с вытекающими неприятностями и для доктора и для пациента выводим выводим катетер идеально гладкое тело и должен спокойно выходить из этого пространства все обработали антисептиком наклеечку стерильную и на этом все завершено поддержание анестезии естественно осуществляется необходимом количестве введения препарата в том случае если катетер установлен и все вот эти внутренние талоны сопротивления и прочее это согласованы уровень установки катетера выбран правильно анестезия будет полноценной к сожалению вот эпидуральная блокада имеет один недостаток для того чтобы она развилась полной мере нужно время экспозиции где-то приделать 20 минут очень хорошим показателем является проверка рефлексов брюшных если это мужчина кремастерных рефлекс если вы попали на первых минутах на первой минуте уже кремастерный рефлекс резко угасает все рефлексы угасает принципиально первую минуту если вы видите ослабление рефлексов все можете работать спокойно готовиться переворачивать пациента на в субоперационное положение там назначать соответствующую лекарственную терапию проводите необходимым это